Привет! Сегодня мы поговорим о такой интересной вещи, как заточка ножей. Как повар уже со стажем, как кондитер, я все время пользуюсь ножами и думаю, что вы на кухне так же. И обычно я все свои ножи, вот даже обычные кухонные, точил камнями вручную. Доводил, подводил, в принципе, получалось неплохо. Но вот не так давно я решил все-таки обзавестись вот такой штукой, это точилка для ножей. И сегодня я вкратце расскажу, что это, зачем это нужно и нравится мне или не нравится. Итак, это спецприбор для заточки ножей. Точилка состоит всего из нескольких частей. Это вот такая вот, не знаю, направляющая с движущимися тут блоками, с пружинкой. И вот такая стоечка. Приходит она вот в таком разобранном виде. Вот все детальки. Для начала я собрал вот эту вверх, затянул и, в принципе, установил вот такой шарнирчик на ней. Все. На этом все заканчивается. Здесь вот эта деревяшечка находится под углом 15 градусов. Обычно мы ножи кухонные затачиваем под 30, то есть 15 градусов это как раз заточка с одной стороны. Установим нож в наше крепление. Я сюда еще подкладываю шайбочку обычно для равновесия. Думаю, вот так. И затянем. Все, наш нож держится, никуда уже не денется. Он ровно зафиксирован. Теперь возьмем нашу направляющую. И здесь есть такой зажимчик. Он на пружине. Здесь регулируется длина камня. У меня выставлено под мой камень. Камень замочили предварительно. И теперь установим на направляющую наш камень. То есть просто поставили между этими зажимами, оттянули пружинку и зафиксировали камень. У меня камень не совсем для этой точилки. Это самый обычный, самый простой камень. Но тем не менее, мне нравится как он затачивает. Устанавливаем направляющую в шарнирчик. И теперь наша задача получить угол в 15 градусов. То есть мы должны выровнять основание с камнем. У меня есть программка, которая уровень показывает. Я ставлю телефон на подставку. Нажимаю кнопочку, чтобы стало ноль. И ставлю телефон на камень. И с помощью вот этого шарнирчика выставляю угол так же, чтобы он стал в ноль. Теперь у меня камень параллелен с основанием. Соответственно угол заточки будет 15 градусов. И теперь за вот эту ручечку, как бы мы ни двигали этот камень, что бы мы ни делали, угол остается 15 градусов. И мы подтачиваем свой ножик по углам, по закруглениям. Ножик может быть маленький, может быть большой. Может быть вот такой мой походный. Я его тоже пробовал затачивать. Прекрасно получается. После того, как мы это все проделаем с одной стороны, мы перевернем нож и сделаем это с другой стороны. Когда буду переворачивать, камень я просто оставляю вот так в воде. Чтобы он опилки сбросил и подпитал еще воды. Открепил. Перевернул нож на другую сторону. И примерно в таком же положении закрепил. Но угол лучше сразу перепроверить еще раз с приложением в телефоне, чтобы угол остался ровным. Зафиксировали, подтянули. Вот так. Снова взяли наш камень, установили шарнир. Взяли нашу программу. Установили на ноль. Поставили сюда ноль. Я даже с углом попал. Ну и продолжаем с противоположной стороны. Можно резать очень тоненько. Все ножи острые и занимает это не так много времени. Причем, если подвести все ножи, я потратил один вечер и подточил все ножи в доме. И на работе все ножи за один день. Это, ну не знаю, там 20-30 ножей я за день поточил. Устал, но зато все ножи выведены в правильный угол. И довольны мы очень подобным приспособлением. Поменяются еще камни. Посмотрим, можно ли вывести вообще в уровень бритвы. На канале давно не выходили видео, уже пару недель. Мы очень сильно загружены сейчас с работой и снимать практически некогда. Большое спасибо всем, кто остается с нами сейчас и поддерживает нас, продолжает смотреть. Что касается видео про табличку многоярусных тортов. Ждем 250 лайков. Сотню уже набрали. В ближайшее время мы снимем еще несколько видео касательно утвари на кухне. Что можно делать и как. Ну и перейдем к нашей обычной работе. Надеюсь, что в ближайшие дни мы уже выйдем на наш стандартный уровень. Еще раз спасибо, кто с нами. Всем удачи и пока.